Специалисты исследовательской группы от ДИТЭК, которые занимаются изготовлением высокотехнологичных ортезов, поняли, что в их производстве остается очень много пластика, и остров стал вопрос его утилизации. Или, если это возможно, преобразование в нечто новое. Как оказалось, это реально. Специалисты узнали, как и где можно вдохнуть в пластик вторую жизнь, и приняли решение рассказать об этом жителям города. Социологи провели исследование, просили 400 человек от школьников до пенсионеров. Результаты были, на самом деле, пугающие, потому что мало кто знает, куда уходит пластик, что его можно перерабатывать и что-то из него делать качественное, хорошее и так далее. И не понимают и не знают все вот эти истории. И мы задавали вопрос, например, знают ли они, что жевательная резинка – это тоже пластик. И действительно у людей был шок, когда они узнавали, что те предметы бытовые, которые они используют ежедневно, выбрасывают как-то халатно и так далее, это очень вредит здоровью их, и в окружающей среде. Опираясь на исследования, активисты регионального отделения Всероссийского общества охраны природы написали и получили президентский грант. На полмиллиона в течение полугода им предстоит население Иваново просвещать по теме, прежде всего, утилизации опасных отходов – батарейк, аккумуляторов, градусников. К сожалению, население у нас не знает, что если мы выбрасываем батарейку или разбитый градусник просто в мусорку, и он попадает потом на полигон. А что такое полигон? Это открытая территория, это у нас доступ к воде, к земле, и мы можем тем самым заразить… Одна батарейка у нас заражает 24 квадратных метра земли, на которой может жить два ежика, два крота. То есть мы уже наносим такой ущерб по природе очень значительный, и животные мира терпят бедствия. На средства гранта активисты обучат волонтеров и проведут полезные эко-уроки в школах, напишут методические рекомендации, уже разработали игру, чтобы научить детей разбираться в специфике отходов. Была такая фраза сказана, что если бы мы знали, как это делать и что с этим делать, мы бы это делали. И когда мы предложили им, готовы ли бы они были участвовать в мероприятиях такого рода, или, например, приходить на какие-то интересные игры экологические. Конечно, мы с радостью, но мы об этом не узнаем. Поэтому если в адрес будете к нам приходить, рассказывать, и вообще будет какая-то хотя бы информация в поле, то мы с радостью будем участвовать и даже готовы разрабатывать проекты сами, особенно школьники. Экологи и социологи обучают, если дома есть сломанный градусник или ненужные батарейки, отнесите их в специальный желтый контейнер, из которого представители управляющей компании опасный мусор утилизируют. А пластик, который не пригодится в быту, тоже лучше сложить отдельно. Из него можно сделать одежду, сумки, ручки и много всего полезного. Мария Смирнова, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова.